Здравствуйте, друзья, с вами Лего Стайл. Очень хорошо, что мы вновь встретились в новом ролике перед майскими, потому что я скоро отъеду на несколько дней. Сегодня посмотрим на трансформеров. Предыдущие выпуски вам зашли, поэтому в этот раз я подобрал для вас еще целых 9 штук. Начнем с Десептикона. Я выбрал эту модель, потому что она выглядит достойно в обеих вариациях, в виде машины не торчат лишние элементы и соединения. Да, немного странная вторая часть автомобиля, но машина в принципе имеет футуристичный вид. В виде робота модель похожа на игрушку, в хорошем смысле этого слова. Я имею ввиду то, что очень грамотно распиханы по всему телу элементы для трансформации, и в итоге на Десептиконе не висит куча хлама. Еще хотелось бы отметить детализацию. Для трансформера ее тут более чем. Хороший выстрел стоит больше, чем доброе намерение. Ворпас, автобот. Очень радует и то, что самодельщики делают свои модели и по именитым персонажам, или хотя бы по тем, кто появлялся в мультиках, комиксах. Ворпас трансформируется в танк, очень точен в стрельбе и наделен хорошим чувством юмора, а также высоким самомнением из-за своих качеств. В альтмоде действительно напоминает танк, причем только лишь по ней я бы сразу узнал этого персонажа. Этого автобота от остальных отличает то, что у него на груди красуется громадная пушка. Выглядит эффектно. Еще очень понравилось, как автор разместил гусеницы в рабомоде Ворпаса. Одна их часть на плече, другая на предплечье. Признаться честно, трансформирующихся моделей у нас в выпуске будет не так и много, но зато их внешний вид и детализация возрастут втрое. Замечательная модель Оптимуса Прайма. Персонаж в представлении не нуждается, так как появлялся на экранах кино шесть раз, и каждый раз, кроме сольника о Бамблби, ему уделяли должное внимание. Вернемся же к модели. Она сделана очень круто. В трансформере замечаются пропорции из кинокартин. Подобное можно было видеть, например, у вот этого Оптимуса. Мне очень понравилось, много детализации, оружие, меч, щит, правильные пропорции и умение трансформироваться при таком хорошем внешнем виде Оптимуса, что обычно невозможно. К сожалению, я нашел лишь промежуточные этапы в трансформации. Итоговый вид в грузовике не нашел. Я всегда любил конструкции Коны. Почти в каждом мультике, когда они появлялись, это сопровождалось вероятным пафосом. Каждый автобот или десептикон превращался в часть руки и ноги или тела, и получалось это. Как я смею предположить, этот конструктикон десептикон из-за характерной головы. Буквально в каждой частичке модели видно, что она состоит из частей чего-то меньшего. Например, торс сделан из автомобиля и истребителя, а ноги из танков. Конечно, когда создаешь в такой сложности самоделку, надо идти на ухищрение. Разворачивать дуло танка. Придумать то, как каждый отдельный трансформер будет прикрепляться к последующему. Один самодельщик, канал которого называется Алан Яп, задумал проект Аверлорд. Он сделал две модели. Гигатанк и Мегаджет. Названия не взялись из воздуха, ибо персонаж появлялся даже в игрушках от Хасбро. Например, в Японии Аверлорд был злодеем в мультсериале Супер Год Мастер Форс. Имел различные формы перевоплощений, мог превращаться в танк и самолет, а также в базу. У Алана Аверлорд становиться роботом не может, но зато две его разные модели обладают правдоподобным и схожим с оригиналом внешним видом, а также годной детализацией. Каждая при этом может превращаться в не менее крутую базу. Модели сделаны так качественно из-за того, что сам робомод Аверлорда отсутствует. Раз мой канал напрямую связан с Бионикл, то не показать вам трансформеров из деталей Бионикл было бы странным. Встречайте Фолина. Фолин – древний трансформер из рода Праймов. Согласно некоторым версиям, явился основателем движения десептиконов. Подробнее об этом в «Матрице лидерства» в втором фильме про трансформеров. Конечно, он не так называется, но мне пофиг. Ну, модель из Био, конечно, не лишена недостатков, но выглядит мощно и грозно, устрашающе. Фолин просто огромен и очень похож на себя из фильма. Конечно, есть минусы в силу того, что эта модель очень старая, но вы вспомните, как самоделили в 2009 году. Тогда эта самоделка просто разрывала всем мозг. Ну и заканчиваем выпуск девастатором из того же самого фильма. Надеюсь, что в представлении не нуждается. Модель очень большая и увесистая, настолько, что автор поставил специальную техник-палочку, держащую голову монстра. Выглядит самоделка интересно, но, как по мне, уступает Фолину в дизайне. Хотя сделать девастатора, конечно же, сложнее. А таким огромным он и должен быть. Ведь именно его задачей являлась очистить древний уничтожитель Солнца от оболочки пирамиды. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Встретимся на следующей неделе. Всем пока и удачи!